Продолжение следует... Я хотел бы, как всегда, представить вам наши будущие вебинары и напомнить, что в начале чата находятся две важные ссылки. Первая из них – это наше расписание вебинаров, интерактивное расписание, в котором вы можете зарегистрироваться на все вебинары вплоть до конца учебного года июня 2018 года. И вторая ссылка на наш учебный канал на YouTube, на котором публикуются все записи вебинаров, в том числе и запись этого вебинара тоже будет воспроизведена на этом учебном видеоканале. Ну и, наконец, я хотел бы представить вам два вебинара, которые состоятся в ближайшее время, сразу после праздников. 8 ноября Алла Носкова, создатель сайта «Поступи онлайн» выступит с вебинаром «Инструменты сайта «Поступи онлайн» для старшеклассников, старшеклассника, абитуриента, педагога, профориентатора и вуза. Пожалуйста, не пропустите этот вебинар для вузов, особенно пригласите, может быть, ваши приемные комиссии послушать этот вебинар. Это очень интересный ресурс «Поступи онлайн», который позволяет вузу существенно облегчить работу по приему студентов. Не облегчить, может быть, а прибавить популярности вузу и так далее. И второй совершенно замечательный вебинар должен быть Сергей Москалев. Это программа «Пунтас Вичер». Он ее создатель. Это маленькая утилитка, которая стоит практически на каждом компьютере, за исключением, может быть, программистов. Все ее знают. И Москалев совершенно замечательный рассказчик, интересный человек. И он расскажет о том, как была создана эта программа и вообще о своих проектах. Приходите на этот вебинар, не пожалеете. Это оба очень интересные люди, авторы интересных идей. И вам будет интересно. Ну что ж, коллеги, а сейчас... Да, и я вам напоминаю, что на этом вебинаре все присутствующие на этом вебинаре получат бесплатный электронный именной сертификат, ссылка на который вам придет по почте. Ну что ж, у меня все. А сейчас я приглашаю в эфир Игоря Белянина. И он нам сегодня необычный вебинар проведет. Очень необычный. Я надеюсь, что сегодня будет интересно. Игорь. Добрый вечер. Точнее, добрый день. Добрый вечер. Я вставил чат. Хочу узнать, меня слышно или нет. Как обычно идет проверочка связи. Просто опуститься, пожалуйста, если меня хорошо видно и хорошо слышно. Если нет, то мы постараемся эту проблему сейчас быстренько сразу решить. Павел Юрьевич, не предоставил слово, меня хорошо слышит. Светлана Викторовна тоже. Вот такая проверочка связи. И еще один такой момент. Вот действительно необычный вебинар, потому что я никогда не пользуюсь презентациями. Вот уже написали. Соответственно, видно и слышно обрывисто. Естественно, что это у нас сейчас идет через, соответственно, Мирополис. А на Мирополисе есть рывки, есть некоторые проваловые изображения. Поэтому, я сразу же говорю, что одновременно, одновременно, наше мероприятие идет еще по такой ссылочке на Ютубе. Мы сегодня будем говорить с вами про видеотрансляции. И поэтому я подготовился. Сейчас я дам ссылочку на Ютуб. Оно должно идти там в хорошем качестве. Просто хорошим, а просто замечательным. Итак, копирую ссылку. Отправляю сообщение. Вот пока такая идет вводная часть, плохо слышно, прерывистый звук. Прошу прощения, коллеги. Вот все, что можно сделать на Мирополисе, и, к сожалению, не очень самый хороший ресурс. У меня никаких технических неполадок. Вы вот сейчас можете зайти на Ютуб, когда вы просто-напросто можете отключить звук в вебинаре на Мирополисе. И там должно все у вас идти нормально. Смотрите, пожалуйста. Я сначала вот сижу, вещаю и смотрю. Хотя там пойдет все с задержкой. Итак, кто меня видит на Ютубе? Кто видит и слышит меня на Ютубе? Если вы меня видите на Ютубе, то, в принципе, мы будем использовать тогда чат Мирополиса как технический чат. А на Ютубе также можно будет задавать вопросы. Чат там работает. Я вот сейчас добавлю сообщение, что работает чат. Но, к сожалению, там писать могут только те, кто имеет, скажем, аккаунт Gmail, как я написал чат. Так, на Ютубе меня видите или не слышите? Трансляция будет и в Мирополисе, трансляция будет и в Ютубе. И более того, она еще будет и в Фейсбуке. Сейчас дам ссылочку тоже. Так. А в Фейсбуке она будет профессионалом дистанционного обучения. Копирую сейчас актуаль. А вот еще и дополнительная, соответственно, ссылка идет у нас на Фейсбук. То есть, кому где нравится, тот там и, пожалуйста, можете смотреть наше мероприятие. А я больше тогда считаю, что, в принципе, меня видно, в принципе, меня слышно. У меня трансляция идет сразу в несколько мест. Вот я на Фейсбуке уже получил там первый лайк от кого-то. То есть, все нормально. Тогда давайте перейдем непосредственно к нашей теме. О чем мы с вами будем говорить? Собственно говоря, мы начали уже об этом говорить. Почему? Потому что, как сказал Павел Юрьевич, это необычный формат связи, пришедший на, скажем, смену Мирополису. Ну, не на смену Мирополису, а вообще традиционным вебинаром. Он не пришедший, но он идет. Я думаю, что пройдет какие-нибудь паршивые там 10 лет. И этот формат у нас изменится. Мы перестанем пользоваться отставами сервисом. Мы будем переходить на все более новое. И вот, собственно говоря, поэтому я сам открыл для себя систему трансляции. Открыл их год тому назад. Знаете, у кого открыл? Открыл я в основном у детей. Дети играют в игры, есть геймеры, и у них есть такое понятие стриминг. То есть они стримят свои рабочие столы, как они проходят, там, тот или иной уровень игрушки. И, соответственно, делятся с окружающими своими впечатлениями. А почему бы это не использовать и в учебном процессе? Сразу вот не к вопросу. Ну и у меня у самого встало сразу же несколько вопросов, которые я сегодня вам постараюсь осветить. Это, соответственно, видеотрансляции, что это? Соответственно, зачем они вообще нужны? Ну и как их организовать? Этим вопросом я в течение года занимался, получил какой-то уже достаточно хороший, приличный опыт, которым хочу сегодня с вами и поделиться. Итак, зачем это? Ну, в первую очередь, сегодняшние вебинары, они у нас построены в основном на двух основных платформах. Это и есть такая платформа, называется Red5, и сейчас еще идет новая платформа WebCRT. Я не буду вас грузить программистскими терминами, скажу только одно, потому что и та, и другая платформа, они в принципе равноценны, вторая, она более предназначена для мобильных устройств, то есть хорошо смотрятся вебинары на различных мобильных устройствах, на планшетах, на смартфонах и так далее, и так далее. Но все эти вебинары предоставляются исключительно в основном провайдерами, которые, соответственно, берут и определенную сумму денег за приведение таких мероприятий, они, скажем, трафик используют, и они за этот трафик берут деньги. Но есть вебинары, которые делают самостоятельно. Например, в то время, когда у нас еще лет 10 тому назад, но не 10, 7 лет тому назад, предложили использовать мерополис, я нашему эстетичному администратору сказал, увольняйся за растрат бюджетных денег. Почему? Потому что технический ВУЗ, я являюсь представителем технического ВУЗа, может все это дело организовать. И на самом деле мы организовали все это, все вебинары на платформе Open Meetings, проработала платформа в течение 5 лет, а потом вот от нее потихонечку рассказать. Теперь, что конкретно в трансляции? Что это? Ну, смотрите, уже сам по себе необычный формат, то есть вообще не используется презентация. Почему? Да потому что сейчас я вам буду показывать экран за экраном, это практически слайды, но только это слайды живые, с моим изображением, или там с изображением экрана, или еще чего-либо. При использовании, соответственно, видеотрансляции, качество, как правило, оно у нас очень хорошее. Дальше. Не требуется, соответственно, привлечение каких-то внешних провайдеров, я стримлю, например, на сайте YouTube, меня за это денег не берут, и у меня сразу же готовая трансляция, ее запись в окончании. Ну, и появляется масса эффектов, вот сейчас я их начну потихонечку демонстрировать. Например, вот вы видите сейчас меня за рабочим столом такой импровизированной кампании, а я меняю изображение, свою подложечку, и оказывается, вот видите, за мной находится вид моего города, со стороны самая снятая с подокопки, то есть теперь я уже летаю. Если мне потребуется во время вебинара там что-то познакомиться или там привести какую-то информацию, то имеется как в телевидении систему титров. Я вот сейчас прямо буквально тут же титры включу. Вот такие живые титры. Титры включаются, титры включаются, то есть вот они у меня сейчас выпали где-то из середины из меня, из самого, они могут у меня идти сверху экрана, или они могут просто накладываться на мое изображение. То есть теперь, как в инфо-самое, в обычном слайде мы текст пишем куда-то, а теперь я соответственно этот текст заношу в титры. Ну, естественно, я могу себе приготовить какую-то другую студию, у меня их вот несколько, например, опять-таки, я готовлю студию, ее включаю, и я переместился из студии с видом моего ночного города, соответственно, в студию, где находятся мониторы, где там транслируются кусочки изображения наших проведенных ранних мероприятий. То есть, наверное, тоже так это красиво, ну, и, соответственно, еще и титры тоже так же накладываются, могу опять-таки их включить. В студии может быть не одного человека, я не знаю, но я думаю, что вот сейчас хорошо я наблюдаю одновременно в нашем мероприятии, как оно идет на Мирополис, значит, включат. Студию можно сделать на двоих. Вот, соответственно, я сижу в кресле, у меня тут рядочком находится еще одно кресло, я сегодня вам покажу, даже какое-то кресло в ходе видеотрансляции, оно у нас занимается. Значит, на Ютубе работает, здесь подвисает. Я сразу сказал, что Мирополис очень капризная штука по отношению к ресурсам, поэтому мы давно от него ушли. Давайте мы больше не будем обсетировать внимание, господа, самые товарищи, самые коллеги, если вам плохо видно в Мирополисе, еще раз поищите мою ссылку на Ютуб, там все должно идти замечательно, без задержек, без каких-то проблем, то есть задержки какие? Задержки по отношению только к Мирополису будет. Отпущите Мирополис и смотрите на Ютубе, потом назад вернетесь, мы с вами позадаем вопросы. Так я ничего не успею. Итак, продолжаем. Вот такие разные студии, есть и более расширенные, то есть когда можно показывать сразу несколькие изображения. Я очень маленький, там у меня еще есть маленькие экранчики, которые я вам сейчас только-то показывал, еще там один экранчик, который до сих пор не показал. В этой студии можно сделать наезд камеры, то есть камера наезжает, но изображение качества не изменяется, можно сделать такой большой глубокий наезд. То есть фактически у меня как бы имеется в распоряжении телевизионное оборудование, на самом деле оборудование простое, которое доступно каждому, я вам обязательно сегодня сделаю акцент, где это применяется, то есть вот тот вопрос, который я ставил с самого начала на уровне, скажем, где это можно применить, что это такое, вернусь я к нашей презентации, что это, надеюсь, на первый вопрос я вам ответил. зачем они? Ну, я уже по ходу начинаю говорить, что да, действительно, вот мы уже наталкиваемся на том, что на том же Мирополисе очень загруженные каналы, поэтому изображение идет в низком качестве, оно идет иногда с преживистым звуком, я, в общем-то, видел немало мероприятий, в которых участвовал сам, от этих сервисов, но я потихонечку подхожу, потому что, ну, эта технология, она замечательная, лет пять тому назад, там, или там, семь лет тому назад, когда у нас имелся такой формат, сегодня она уже является отставой. Опять-таки, звук очень плохой, где? Здесь, в Мирополисе, ну, давайте мы про него больше вспоминать не будем. Теперь, как такие видеотрансляции организовать? Вот, фактически, я сказал, что любые видеотрансляции, они у нас представляют собой некоторые сценарии, то есть, например, для того, чтобы выступить здесь перед вами, я, естественно, готовился, я точно так же, как обычно, готовят слайды, готовил свои различные экранчики, которые вам по ходу нашего действия, я вам показываю, и готовил, соответственно, какой-то сценарий, что вообще я вам должен показать, да? Итак, как организовать? Ну, можно организовать вот такое вещание, которое мы видим сейчас, то есть, имеется один диктор, и есть, соответственно, скажем, чат. вот посмотрим, на ютубе там кто-нибудь отписался мне сейчас, чат, да, вот я вижу, что на ютубе все лучше, хорошо слышно, хорошо видно, но я, в общем-то, в этом и не сомневался. То есть, вот такой метод связи, который еще называется, уже поудобно, но я специально вынес вот такие решения, которые знает, наверное, любой инженер, есть связь, симплекс, это связь в одном направлении, это вот мы смотрим с вами телевизор, у нас телевизионные качества, телевизионные вещания, и мы диктору задать вопрос не можем, а вот на уровне видеотрассляции, пожалуйста, я читаю одновременный чат, я поглядываю туда в окошечко, я могу как-то реагировать на это дело, поэтому у нас получается фактически ну такой полудупликс, когда я вещаю, потом я отвлекаюсь, смотрю ваше сообщение, перехожу на прием, потом отвечаю, то есть вот идет такое общение, ну и есть такое еще понятие, это полный дупликс, это одновременный обмен информацией, как организовывается одновременный обмен информацией, но в этом случае мне бы хотелось бы, наверное, кого-нибудь пригласить, ну да, ну, например, если бы я взял, скажем, скайп, связался со своим удаленным корреспондентом, то у меня вот в нашей студии зарегистрировано для него еще одно место, в гости студии, мы бы с ним общались, но общались с ним не тет-а-тет, а все наше общение, оно было бы доступно всем и каждому, то есть мы бы с вами могли видеть вот такой диалог между двумя, скажем, диктором и там каким-то удаленным корреспондентом. Скайп предоставляет также шикарные ресурсы, там можно подключить не одного, а там можно создать целую группу, там, скажем, до 10 человек, по-моему, ограничение для бесплатной версии, но вот я пользовался, я понял так, что другой субтитий, наверное, приглашать не стоит, потому что иначе дальше начинается ковардак, надо как-то разрулить ситуацию, устанавливать регламент на выступление, одному хочется поговорить подольше, другому хочется поговорить поменьше, поэтому их нужно так-то тоже между собой тормозить, разрулить. Что еще? Во время такой видеотрансляции я могу не показывать собственный экранчик, то есть, вот сейчас я покажу экран моего компьютера, сделаю я вот так последовательно. Есть у меня еще одна заготовочка, есть там демонстрация экрана, и в этой демонстрации экрана я могу подключить, чтобы мне сейчас подключить. ну, например, я делаю, добавляю трансляцию, это вот видно, как идет наша трансляция на YouTube. Мы с вами видим, то есть, мой экран и трансляция на YouTube. Если мне потребуется эту трансляцию на YouTube показать более хорошо, я ввожу это же изображение этой трансляции на полный экран. Или же я уже работаю фактически с броусером, который у меня есть, вот у меня запустился наш Мирополис, оно вот такое получилось удаленное, почему? Ну, потому что сейчас у меня камера в камере. ну, или, соответственно, я запускаю какую-то новую вкладку и перехожу на какой-нибудь сайт и начинаю демонстрировать то, что я на нем делаю, запускать какие-то ссылки. Все это хорошо видно. Точно так же, если мне необходимо подготовить какую-то презентацию, презентацию опять-таки я могу ее вывести на уровне слайдов, просто моя программа в трансляции позволяет запустить такие слайды. Вот я их сейчас запущу в режиме, скажем, они будут автоматически проигрываться, или же я останавливаюсь на каком-то любом слайде и, соответственно, потом его показываю. А с любой стороны я могу запустить, скажем, PowerPoint. Сейчас попробую это сделать прямо на ходу, скажем, и показать, как это будет выглядеть в PowerPoint. то есть вот я экран, мой экран, у меня есть демонстрация экрана, демонстрация экрана я могу вывести на полный экран, ну, или же воспользуюсь клайшей F5, запустив саму презентацию, я буду не потерять, я буду демонстрировать свои слайды, их перелистывать и вести, ну, вот я просто взял какую-то свою готовую презентацию и я ее демонстрирую на полный экран. То есть здесь тоже, наверное, вопросов не должно больших возникать, как это делается. То есть мы продолжаем отвечать на вопросы, как это все сделать. Ну, сейчас я только PowerPoint отключу. Маленький момент. Чтобы не вкусно было, я специально для вас подготовил рекламу и будем говорить так, что помимо того, что можно проводить презентации, можно запросто запускать свои собственные какие-то наработки, фильмы и так далее. Вот, например, будем скажем так, а теперь реклама. с Продолжение следует... 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 Это проводили мы в свое время совещание по скайпу, связанное с новым веянием, которое называется «Цифровая образовательная следа». Вот присутствовали, соответственно, Василий Иванович Солдаткин, присутствовал Александр Сергеевич Молчанов, ну и, конечно же, Юрий Николаевич Белоножкин. В этой трансляции они между собой беседовали, они разговаривали, они видели какой-то разговор. Трансляция шла на Facebook, а когда трансляция шла на Facebook, то, соответственно, там были титры. Я думаю, что вы сейчас меня не услышали, я сейчас еще раз повторю. Итак, наверное, понятно, что вот я вам сейчас показал фрагмент трансляции со скайпом, когда присутствовали три, скажем, спикера. Присутствовал Василий Иванович Солдаткин, присутствовал Юрий Николаевич Белоножкин, присутствовал Александр Сергеевич Молчанов. И одновременно шла трансляция на Facebook, где люди задавали вопросы, и эти вопросы выводились на экран. То есть вот получился такой микс из-за всего, что мы передавали. Сейчас, секундочку, еще хотел вам показать вот именно студию с двумя, скажем, треслами. То есть в студию можно пригласить человека, который сидит у себя за своим компьютером. И вот мы так немножечко похулиганим в свое время с Юрием Николаевичем Белоножкиным. Он у себя в Сочи находится, я у себя за столом. Вот мы с ним надели тельняшки, мы с ним налили бокала сухого вина, и даже вот так вот стекнулись в эфире. Но я специально звук отключил, потому что то, что мы там говорим, это был такой наш личный разговор. Но тем не менее, вот такая возможность тоже есть. Итак, я хочу теперь как бы немножечко подытожить то, что сказал ранее. То есть меняю я с Юрием Николаевичем у себя одного одинокого в студии. Даже вот так вот. Так что же мы получаем в результате внедрения таких трансляций? Ну, наверное, на Ютубе это хорошо видно. Это действительно вот такое телевизионное качество восприятия проводимых мероприятий. Второе. Ну, совершенно неограниченное количество пользователей. Если идет трансляция на Ютуб, если там, соответственно, люди, которые имеют аккаунт в Гугле, могут задавать вопросы. А вот я вижу сейчас, например, мне задают вопросы. Вот, например, сказали, ваш голос немного тише, чем у ролика. Да, действительно, там нужно было подрегулировать немного микшер. Это может быть даже небольшой недостаток, что трансляциями, конечно, желательно, чтобы управляло там, скажем, ну, один человек управляет, другой вещает. То есть фактически создается вот такая телевизионная студия. Автоматическая запись. Вот на Фейсбуке, сейчас, если у нас идет трансляция, то там эта запись появится буквально после окончания мероприятий. Кстати, я сейчас тоже гляну, а как же там у нас на Фейсбуке, нас видят или нет. Да, я смотрю, там 10 человек смотрит, самое тоже задавит вопросы. У кого-то что-то пропало, перезагрузите. Ну и, соответственно, идут сообщения. Отвлекся. Вот тоже вот хочется иметь обратную связь. Теперь, что необходимо для того, чтобы организовать вот такие трансляции? Я хочу еще один слайд показать, поставить вот такие вопросы и ответить. Итак, необходима в первую очередь программа, которая позволяет организовать трансляцию. Вот я просто перепробовав массу таких программ, хочу сказать, что наиболее из того, что мне понравилось, хотя, конечно, пакет может быть расширен, скажем, не до трех, а до шести. Это программа OBS со ссылочкой на сайт. Но я думаю, сейчас я не буду заниматься тем, что буду копировать долго эти ссылки и так далее. Мне желательно и донести информацию. Вы найдете спокойно через, скажем, любой поисковик, там через Яндекс, через Гуголь, где находится этот программный продукт. В чем его основное, скажем, преимущество? Сейчас я его даже не только покажу вам ссылочку, но я его и запущу. Буквально пять секунд, пока она запускается, а я возвращаюсь в студию и ее также продемонстрирую, как вам демонстрируют все предыдущие экранчики. Итак, вот такая программка. Она, в общем-то, достаточно аскетичная по своему оформлению. Но, в принципе, она позволяет делать все, что можно и что бы хотелось. Ну, вот так вот сейчас мы ее на полный экранчик выведем, да? То есть, есть у нас справа кнопочки, там и запустить насляцию, только надо настроить. Можно создать запись. Можно посмотреть там режим студии, дополнительные настройки. Вы видите, вот я сейчас вещаю, там двигается зеленый движок, то есть это микрофон. Необходимо еще будет добавить устройство захвата и, в общем-то, создать какую-то сцену. Вот один какой-то слайд, на котором присутствует, например, текст, присутствует изображение диктора, например, с его веб-камерой, она прекрасно работает с веб-камерами, и потом все это запустить прямой эфир. Программа абсолютно бесплатная, чем она привлекает очень многих пользователей, потому что платить ничего не надо, а русская вот эта халява-плиз, она нравится нам всем. Ну, естественно, бесплатный сыр только в мышеловке, поэтому у программы есть и какие-то дополнительные недостатки, хотя я рекомендую всем начинать именно с нее. Почему? Да потому что здесь будет, понятно, концепция организации видеотрансляции, концепция организации вот этих слайдов, этих экранов, которые меняю я по ходу выполнения трансляции. Вы видите, они еще идут у меня там переходами, там, когда-то кубом, когда-то наездом. Вот я возьму просто переход, кубический переход. Или изображение накладывается, переезжает. То есть вот такие слайдики готовятся. А потом по ходу выступления, кликаем мышкой, по подготовленному сценарию, то есть вот так и вы видите, сцена первая, сцена вторая, сцена третья, я их запускаю в прямой эфир. Вторая программа, о которой хочу сказать, я сейчас напомню опять-таки слайд, где у меня это все записано. Это у нас программа XSplit. Программа XSplit, она является условно бесплатной, то есть фактически ее можно абсолютно бесплатно использовать. Но она запускается подольше, поэтому сейчас я немножко задержусь. Она запускается, она, можно ее использовать совершенно бесплатно. Но в этом случае она имеет тот же набор функций практически, что и ОБС. То есть они между собой практически по функционалу не отличаются, то есть программы практически одинаковые. А просто-напросто при объявлении трансляции у нас в качестве платы, за то, что мы производим, но где-то в углу будет баннер, там небольшой маленький водяной знак о том, что мы пользуемся программным обеспечением, которое называется XSplit. Но если мы покупаем определенный тариф, то посыпаются гигантские возможности, то есть эта программа просто шикарная, например, при организации того же соединения Skype. То есть я выкладываю в качестве вот такого, скажем, слайда Skype, который подключится, он подключается, я соединяюсь с собеседником, и нас в эфире прекрасно слушают. Вот как я сегодня вам демонстрирую примеры созданных моих видеотрансляций. Ну и платы там, в общем-то, относительно небольшие. Я боюсь собрать это. Нужно зайти опять-таки на сайт XSplit и посмотреть, какие у них тарифы. Ну, по-моему, там что-то 12, что ли, там, долларов за год, и вы получаете вот доступ со всем там его основным возможностям. Вручь самая, может быть, там, в доллар, в 30. Ну, в общем-то, я считаю, что сколько мы платим, скажем, за вебинары, мы платим, соответственно, большие деньги, и в XSplit, получается, это просто на как-то сущие копейки. Ну и последняя программа, а, ну, XSplit я вам все-таки сейчас покажу. Он просто у меня сейчас находится на другом экранчике. Сейчас я его перенесу. Так, XSplit я его перенесу, остается просто его показать, как он будет выглядеть. Что-то пошло не так, а вот. Программа требует разобраться с ее основными управляющими элементами, которые находятся у нас на уровне меню, на уровне, соответственно, там, какие-то расширения, дополнения, за которые следует платить, там, дополнительные инструменты. И вот внизу у меня кнопочки есть один экранчик, там, второй экранчик, там, скажем, третий, четвертый, пока они пустые, естественно, а когда я их заполню, какую-то информацию, беру туда, например, текст, ссылайки или еще что-то самое, и по ходу дела будут переключать. Ну и последнее, последнее, что я опять-таки хотел показать, и, собственно говоря, я сейчас и веду вещание, вот с помощью такой программы, это называется студия Vimix. Это, фактически, телевизионная студия, подсказали саму идею на Vimix, в общем-то, и подсказали наши телевизионщики. Почему? Потому что именно с помощью этой программы организуются уже профессиональные связи. Ну, я не знаю, вы, наверное, телевизор смотрите, я телевизор смотрю, все время посматриваю, а что же там показывают по телевизору, и стараюсь все то же самое воплотить в жизнь с помощью программы Vimix. Поэтому вот у меня и появились такие самые разные интересные студии, которые вам показывают, соответственно, есть возможность, скажем, вещать одному, есть возможность приглашать друзей, собирать такие мероприятия, ну и плюс к тому, эта программа, она как бы подменяет мою собственную веб-камеру, и, то есть, я вещаю с помощью этой веб-камеры в прямой эфир, а вы, уважаемые, значит, самые друзья и коллеги, видите, это все в прямом эфире, как мы сейчас проводим наше мероприятие на Мирополисе, вы видите меня одновременно и, скажем, в Ютубе, и, соответственно, идет информация в Фейсбуке. Вот я, наверное, так немножечко подытожу, заканчиваю своей вот такой визитной карточкой, и сейчас я буду смотреть вопросы и постараться отвечать на них. Итак, мнения разошлись по поводу трансляции на Мирополисе. Кто-то хорошо слышит самое, кто-то самое хуже. Все отмечают то, что у нас прерывается изображение. Как я сказал, Мирополис – это одна из самых устаревших на сегодняшний день технологий. Я еще об этом сказал, там, скажем, лет семь тому назад, а вы, наверное, вот только-только сейчас начали изучать, но на самом деле я пока что еще хуже Мирополису в вебинарах, еще ничего в жизни не видал. Но, тем не менее, Мирополис очень популярный, и хотя бы вот только за счет того, что он популярный, к нему люди бегут, им интересуются. Ну, я думаю, что рано или поздно там организаторы поймут, что то, что они нам сейчас предоставляют в качестве основных ресурсов, это уже не то, что вчерашнее, это просто вчерашний день. Потому что вот требования к качеству канала, они достаточно высокие, за него нужно платить, а на выходе получаем вот эти обрывки. Смотрим здесь, звук идет с Ютуба. Ну, так вариант, только звук с Ютуба тогда в таком случае пойдет с задержкой. Почему? Потому что у трансляции, сейчас тоже скажу, что если помимо всех достоинств, ну, не бывает такого вообще идеального в жизни решения, что есть им столько сплошных достоинств и нет недостатков. Недостаток есть. Вот один из которых я уже сразу отметил, это задержка по времени относительно реального вещания и, скажем, вещания, которые видят слушатели. Но я выступаю как дитя на телевидении, то есть я вещаю в эфир. Если мне не задумываться о том, кто там как меня слышит, то эта задержка вообще-то ни на что не влияет. А вы, как слушатели, тоже не знаете, что эта задержка существует, вы, конечно, ее не замечаете. Что еще, значит, из вопросов? Я хочу вот сейчас перейти как раз на Ютуб, посмотреть, что-то мне здесь написали. Единственное, на Ютубе пишут все самое хорошо, ушла на Ютуб, улучши, очень хорошо слышно, видно и слышно хорошо, здорово. И более того, на Ютубе вот это наше мероприятие в хорошем качестве HD, Full HD. Оно будет записано, оно будет, соответственно, перерендерено и оно будет доступно для дальнейшего просмотра, но где-то через час. Ну и еще я сразу же смотрю, контролирую, как у нас идет наше вещание, скажем, в Фейсбуке. А в Фейсбуке тоже мне пишут здорово. Правда, вот тут самое, как-то все пропало, страница, все прошло, обновила страница, все прошло. Ну да, вот иногда нужно обновить страницу. Все нормально, все хорошо слышно. Ну и последний момент, наверное, который, ну должна же быть обязательно к любой бочке меда своя ложка дегтя. Ну ложку дегтя я, конечно, добавлю. Итак, вот я сейчас вещаю с помощью замечательной программы Vimix. Я вещаю с помощью платной версии. То есть она тоже условно бесплатная, ей можно пользоваться сколько угодно и бесплатно, но если вы бесплатной этой программой пользуетесь, то у вас разрешение будет небольшое, оно будет приближено к Full HD, но не будет HD-шним качеством. И вот этих слайдиков, которые вы готовите к своей трансляции, у вас будет ограничено количество. По-моему, четыре. Я вот недавно смотрел, скажем, абсолютно бесплатную версию этого Vimix. Если захочется побольше, приготовьтесь к растратам. Растраты будут, в общем-то, наверное, для кошелька обычного пользователя они будут достаточно значительные. Мне вот эта программа хорошая версия, это уже называется, соответственно, HD для организации видеостудии, где я могу создать тысячу вот таких экранчиков. Она мне обошлась порядка, скажем, 50, скажем, 20 тысяч, 20-23 тысяч я потратил на приобретение этой программы летом. Плюс к тому, вот поищите где-нибудь на YouTube, есть ролик, как один мужчина готовил вот различные свои стриминги на YouTube и начал покупать оборудование. Сначала он начинал с простейшей в виде веб-камеры, потом изображение ему показалось недостаточно, он купил хорошие профессиональные качества с камерой, потом с этой камеры купил карточку видеозахвата, потом у него не понравился звук, он, соответственно, купил звуковое оборудование, потом он не понравился свет, он купил световое оборудование, потом ему не понравилась комната, он комнату переделал, то есть он угрохал на это дело миллион. Но здесь получается так, Так что, когда мы организуем такие видеотрансляции, наверное, есть смысл однажды и остановиться. То есть, сказать, бас, хватит. Вот, например, я создал свою домашнюю видеостудию. У меня сейчас, в данном случае, да, есть действительно специальный свет. У меня, естественно, есть, я же вещаю, вы видите, самый фон у меня вырезанный, а у меня же есть хромакейт, я сейчас вам, наверное, найду, как это выгляжу я на самом деле. Вот, что на самом деле. Я сижу, у меня сзади вот находится фон, вот еще у меня тут некоторые бардак, я его просто накрыл зеленой тряпкой, и после этого я этот самый все вырезал и получил, опять-таки, возвращаю свою вот такую картиночку, которая есть. Затраты получаются на хромакее, затраты получаются на освещение, затраты получаются на камеру. Камеру сейчас, потому что у меня не веб-камера, сейчас у меня, ну, такая, знаете, простейшая, бывает, видеокамера. Ну, и карточка захвата. Ну, если говорить в общей сумме, сколько это получилось, то, наверное, у меня получилось, ну, где-то тысяч 40. Я потратил на то, чтобы организовать вот такие видеотрансляции своего собственного дома. Ну, то есть, цена хорошего, отличного, ноутбука. Ну, вот, наверное, все. Все, я сейчас еще раз почитаю, посмотрю, что здесь есть, значит, самое, в чате. Ну, я вижу, тут еще идет какой-то обмен уже помимо меня. Зубарева, Надежда Петровна, очень плохой звук. Надежда Петровна, переключитесь на другой самый канал, и, соответственно, звук там должен быть идеальным. Нейрополис, это всегда был плохой звук, это всегда было плохое изображение. Ну, что, что-то поделать. Если так, то я, наверное, все заканчиваю, я все обещал сделать за час, я уложился в 53 минуты, но, может быть, я еще раз подключусь, я послушаю что-то, может быть, мне сейчас выскажет Павел Юрьевич по отношению к моей трансляции. Я останавливаю свое. Уважаемые коллеги, спасибо всем, кто пришел на наш вебинар, спасибо огромное Игорю. Ну, я хотел бы вас предупредить, если многие, если кто-то из вас не совсем был подготовлен к этой теме, Игорь у нас, конечно, такой визионер, он стремится ко всему новому, поэтому я заранее прошу простить за те прерывания в эфире, которые были, но это действительно было круто, и это было, это прорывное направление, поэтому оно, ну, действительно, не может сразу работать вот так хорошо. У кого-то не очень хороший канал, у кого-то еще что-то. Вот, я присоединяюсь к его критике Мерополис, хотя не полностью ее поддерживаю, это наша рабочая лошадка, конечно, и если не заниматься экстримом, то все в нем достаточно хорошо. Ну, тем не менее, я хотел бы сказать, что, конечно, за теми технологиями, о которых нам здесь рассказал Игорь, будущее, и я думаю, что будущие вебинарные системы, может быть, это даже будут не вебинарные системы, а какой-то иной жанр, да, они лежат примерно в этой плоскости, там все гораздо круче и гораздо интереснее. Ну, что ж, я надеюсь, что вы, по крайней мере, тот, кто нормально все увидел и услышал, получили от вебинара большое удовольствие, я Игоря благодарю, я с ним знаком достаточно давно, это мой коллега по группе профессионала дистанционного обучения, всегда с интересом слежу за его новинками, за тем, что они достигли у себя в университете, и он лично. Вот, и если не возражаете, в будущем тоже буду приглашать Игоря на наши вебинары. Вот, на мой взгляд, было сегодня, несмотря на технические помарки какие-то, было сегодня чрезвычайно интересно, я, например, слушал практически не отрываясь. Ну, что ж, коллеги, я вас поздравляю с грядущим праздником, и после праздников сразу приглашаю снова на наши вебинары. Приходите, будет снова интересно, будут снова интересные люди, и будут хорошие вебинары. Всего хорошего, спасибо, Игорь, спасибо, коллеги. Субтитры сделал DimaTorzok